В эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксана Тебенихина. Здравствуйте! Рабочий день подошел к концу и наши авторы готовы поделиться со зрителями последними новостями. Смотрите сегодня. С днем юриста, рязанских защитников, прав и свобод граждан лично поздравил глава региона. И лекцию провели, и робота показали. Сотрудники ОМОН рассказали школьникам о своей работе. Награда чемпионом, лучшие рязанские спортсмены, а также участники олимпийских и паралимпийских игр были отмечены региональными наградами. 10 декабря состоялась торжественная церемония награждений лучших спортсменов, тренеров. Федерации по видам спорта по итогам смотра конкурса за 2015 год. Церемония, которую организовала Министерство молодежной политики, физкультуры и спорта региона, была представлена в весьма эпатажном стиле. В 2016 году у столицы Бразилии примет летние олимпийские и паралимпийские игры. И среди рязанских спортсменов немало кандидатов на поездку в Рио-де-Жанейро. Рязанская область богата спортсменами международного уровня, и многие из них уже усердно готовятся к следующим летним олимпийским и паралимпийским играм, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 10 декабря в банкет-холле Виктори Холл состоялась церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, представителей Федерации по видам спорта Рязани и Рязанской области по итогам года. Награждение было представлено в бразильском стиле. Гостей встречали девушки в бразильских карнавальных костюмах. В творческой программе звучали латиноамериканские мелодии. В начале церемонии участников торжественного собрания приветствовал губернатор области Олег Ковалев. Добрый вечер, уважаемые спортсмены, тренеры, руководители Федерации, общественники, которые сегодня здесь присутствуют. Сегодня мы собрались для того, чтобы почерствовать, наградить наших лучших спортсменов, тренеров, представителей спортивной федерации, которые своей работой достигли высоких результатов, хороших результатов в этом году. Также Олег Ковалев сообщил, что в 2016 году начнется строительство центра единоборств. Кроме того, правительство региона намерено создать академию футбола, которая станет базой для профессиональных рязанских команд и для талантливого молодого поколения. Все 8 лет, которые я работаю губернатором, мечтал построить еще и, значит, построить центр художественной гимназии. Я встречался и с Венером, и мы обсуждали, как этот центр должен быть выглядеть, как его спроектировать, как лучше сделать. Но не доходят руки никак, а наши художницы показывают великолепные результаты, и вот не хочется потерять их нам на этом пути. Поэтому я думаю, что мы в перспективе обязательно построим... Далее состоялась церемония награждения памятного знака губернатора Рязанской области за успешное выступление на Всемирных Паралимпийских играх удостоены заслуженный мастер спорта России Мария Богачева и ее тренер Юлия Богачева. Мария Богачева подарила Олегу Ковалеву копию своей медали, завоеванной на чемпионате мира. Благодарность губернатора Рязанской области была объявлена тренером-преподавателем Галине Муравлевой и Алексею Панюшину, спортсменам Андрею Сачкову, Надежде Семеновой и Александру Спицыну. Документы и знаки мастер спорта России международного класса Олег Ковалев вручил дзюдоисту Андрею Волкову и гимнастке Ирине Шелохвост. Затем были вручены награды по итогам областного смотра конкурса за 2015 год. Здесь были отмечены 10 лучших спортсменов, чемпионов олимпийских видов спорта и 10 сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями. Роман Дворецков, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». День юриста – большой и серьезный праздник, поскольку он объединяет юристов разных сфер деятельности, которые служат в защите прав и свобод граждан нашего государства. Основная цель профессии юриста – установление законной справедливости. Не так много найдется в мире специальностей, настолько ответственных, уважаемых, почетных и одновременно настолько сложных, как юрист. Именно от работников юридической отрасли, судей, адвокатов, прокуроров и приставов зависит безукоризненное выполнение законов, а следовательно, осуществление и правовое функционирование государства. В Рязани сегодня отметили самых достойных представителей этой непростой и такой важной профессии. В Рязанском областном музыкальном театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню юриста. Свой профессиональный праздник правоведы отмечают 3 декабря, но организаторы мероприятия, сославшись на определенные обстоятельства, приурочили празднование ко дню Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и представители министерств. Также перед собравшимися выступил глава региона Олег Ковалев. Когда создавалось правовое поле нового государства, было, может быть, в каком-то плане трудно, но было, наверное, легче, потому что корректировка правового поля и его поддержание в соответствии с запросами времени, с текущим моментом, и увидеть перспективу – это гораздо сложнее, потому что здесь нужна глубокая аналитика. После выступления губернатора были награждены за свою профессиональную деятельность более 50 юристов. Награды присуждались в двух номинациях – правосудие и юридическое образование науковоспитания. Также стоит отметить, что в этом году свое десятилетие отмечает Ассоциация юристов России. Рязанское региональное отделение было создано в 2008 году. На сегодняшний день мы в рамках деятельности регионального отделения объединили более тысячи юристов Рязанской области. Сейчас активно мы занимаемся по тем направлениям деятельности, которые определены у нас в уставе. Это правовое просвещение, это оказание бесплатной юридической помощи, это антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов. В России профессиональный праздник юристы начали отмечать с 2008 года. До этого в России никогда не существовало праздников, посвященных данной профессии. Были лишь праздники для некоторых категорий юристов. Сама же профессия насчитывает около 800 лет своего существования. В Российской Федерации это событие справляют представители таких профессий, как адвокаты, судьи, следователи, прокуроры. Отношения к этому празднику также имеют нотариусы и юстконсульты. Иван Крестьянин, Дмитрий Ефимов, телеканал «Город». Сегодня утром на телефон 02 поступил тревожный звонок. Неизвестный детским голосом сообщил, что в средней школе номер 11 города Рязани заложена бомба. На место выехали полицейские взрывотехники и дежурные наряды. В течение нескольких минут оперативники установили личность звонившего. Им оказался школьник. Прибывшие полицейские вывели детей, обследовали помещение, прилегающее территорию учебного заведения. Взрывных устройств не обнаружено. С учеником, который сделал звонок, работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Проводится проверка. В бизнес-инкубаторе Радиотехнического университета прошла Всероссийская научно-практическая конференция, в ходе которой обсудили использование договорного регулирования различных вопросов и ситуаций между работником и работодателем. Подробности в следующем сюжете. В этой конференции приняли участие профсоюзные лидеры и научные деятели из разных регионов. Проходила она два дня. Обсудили довольно важные вопросы. Конференция для нас очень существенно и важна, поскольку она направлена на решение таких вопросов, как договорное регулирование, социальные отношения, социальное партнерство между работниками и администрацией. В трудовой сфере бывают ситуации, которые надо решить, но в законодательстве они не прописаны. Тогда это можно сделать через коллективный договор. Помимо этого он влияет и на законодательство, которое принимается потом. Уже не раз были ситуации, когда в коллективном договоре появлялась та или иная норма. Потом она перекочевывала в трудовой кодекс. Например, дата выплаты заработной платы или отпуска. Сегодняшняя конференция, она всероссийская. Она проходит в победе Центрального комитета профсоюза образования. Обсуждается вопрос социального партнерства. Это очень важное направление работы, потому что через эту систему социального партнерства, помимо того, что улучшаются социальные и трудовые права работников, то есть увеличивается их гарантия, в то же время через коллективное договорное регулирование восполняются пробелы в праве. Обсудили и те договоры, которые уже заключили. Были лекции и дискуссии. Также участники конференции обменивались опытом, предлагали пути решения тех или иных задач и проблем. У нас в России такое законодательство, которое говорит о том, что все вопросы, касающиеся труда, все законодательные акты, все распоряжения правительства, всякие инициативы, они должны предварительно проходить обсуждение в рамках согласования интересов трех сторон. Три стороны у нас в партнерстве – это представители работников, чаще всего в лице профсоюзов работодатели и представители государства. Такая конференция – достаточно важное событие. Ведь новые идеи пути решения различных ситуаций помогут улучшить трудовые условия. Ольга Харламова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники Рязанского ОМОН посетили Рязанскую школу номер 7 и провели для младших учеников занятия по патриотическому воспитанию, в ходе которого рассказали о защитниках Отечества и службе полицейского спецназа, а затем ответили на все вопросы любознательных школьников. Кроме того, полицейские познакомили детей с роботом-взрывотехником. Сотрудники Рязанского ОМОН часто встречаются со школьниками и рассказывают им о возможностях полицейского спецназа. На сегодня некоторые специалисты ОМОН имеют богатый опыт общения с детьми и подростками. Ведь кто, как не сотрудники спецподразделения, могут рассказать, как почетно защищать Отечество. Бойцы ОМОН понимают, что в ходе встреч со школьниками выступают в качестве премьера стража закона и защитника Родины. Поэтому стараются не разочаровывать ребят. Особое внимание ребят на этой встрече привлекли медали, приколотые к форме лектора. Капитан полиции Андрей Царев подробно рассказал о каждой награде. Поведать о поступках, за которые были присуждены эти награды, оказалось сложнее. Специфика службы, спецподразделения диктуют строгие правила. Но Андрей Царев постарался в рамках дозвольного удовлетворить детскую любознательность. Усилия полицейского были вознаграждены благодарным вниманием и аплодисментами ребят. А после общения в классе полицейские пригласили ребят на улицу познакомиться с роботом-взрывотехником. Дети сразу же прозвали его Валя и были очарованы возможностями полицейской спецтехники. Подобные встречи рязанских полицейских со школьниками будут проводиться и впредь. Фигурное катание бесспорно один из самых красивых видов спорта. Танцами на льду занимаются многие наши земляки. В Рязани состоялось открытие личного первенства Рязанской области по фигурному катанию. Соревнования проходят в период с 10 по 11 декабря. Подробнее в сюжете. Во дворце спорта Олимпийский прошло открытое личное первенство Рязанской области по фигурному катанию на коньках. Дети в возрасте от 6 и до 17 лет показали заранее подготовленные номера. Смотреть выступление было по-настоящему интересно, а выбрать лучших не просто старались все. За каждым движением юных фигуристов и фигуристок внимательно следило жюри. Оценивали как технику, так и хореографию. Участвуют у нас 7 регионов. Это открытое первенство. Конечно же, спортсмены Рязанской области представляют и участвуют в данных соревнованиях. В юношеских разрядах спортсмены выступают по произвольной программе, а в старших спортивных разрядах выступают короткая программа и произвольная в два дня. Как и на всероссийских соревнованиях, которые проходят и включены в Олимпийские игры. Несмотря на всю красоту и завораживающую грацию фигурного катания, это непростой вид спорта. И, конечно, бывают как взлеты, так и падения, и травмы. Но это не пугает ребят. Они стремятся к победе. Каждое движение репетировали долго и упорно. Фигурное катание для них – это то, без чего уже трудно себя представить. Этот спорт мне очень нравится. Я люблю очень заниматься. Радость, восхищение, можно так сказать. И много всего, что не объяснить даже. Мне нравится он потому, что он как бы опасный еще немного. А я люблю опасное. Самое сложное – это прыгать двойной флип. Раз. Двойной флип. Мне сложно в треже прыжках, потому что надо прыгать выше, а сложно набрать высоту еще и крутку. В первенстве по фигурному катанию участвовали дети из Липецкой, Воронежской, Тульской, Московской, Тверской, Орловской и, конечно же, Рязанской области. Победители награждены кубками и медалями. Ольга Харламова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На сегодня это все новости. Далее смотрите программу подробностей. Ну а в выходные в эфир выйдет итоговая информационная программа «Неделя города», где мои коллеги подведут итоги рабочей недели. Ну а мы прощаемся со зрителями. До завтра. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Живой комплекс «Вива».